Всем привет! С вами Анастасия Булла. Сегодня будет видео с моими новинками, покупками одежды и обуви на зиму. И вообще то, что я себе заказывала в последнее время, там были и Zara, и российские бренды Ugi, и просто изумительная шуба, которая заменила мне всю мою верхнюю одежду. Так что делюсь с вами своими находками. Поехали! Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, Ugi. Это ультра-мини-платформ-модель, за которой все сейчас гоняются, укороченные здесь сверху и на платформе в нежно-бежевом цвете, самый редкий цвет. И они у меня из Диминого магазина, потому что он занимается оригинальной брендовой обувью, Джорданами, Угами, разными моделями. Я вам оставлю ссылочку на Инстаграм в описании, так что вы сможете тоже заказать. Это 100% оригинал, и они безумно теплые, очень удобные. Многие говорят, что им не нравится высокая платформа, но, боже, как это удобно, учитывая нашу слякоть, а вот этот снег такой глубокий, платформа реально спасает и вообще меняет совершенно удовольствие от носки Уг, потому что на низкой платформе это сразу все здесь мокрое от слякоти, они намокают, а платформа реально спасает. Так что я не могу не радоваться, и с Угами я ношу кое-что еще. Чтобы прям совсем быть в тренде, я приобрела на Wildberries вот такую пару гетер молочного цвета. Это обычные гетеры, которые можно носить и в спортзал с кроссовками, летом, весной на улицу. И, конечно же, зимой утеплять ножки, особенно если вы в леггинсах или в колготках, да даже с кинни-джинсами, либо широкими джинсами просто под низ, потому что реально прям вот очень тепло с ними. И, конечно же, это аэстетик. Прикруглю варианты, как это можно сочетать. Мне они очень нравятся, оставлю на них вам ссылку. Следующее, что появилось в моем гардеробе, это вот такой чудесный шарф из очень приятной шерсти в нежно-бежевом цвете. Я его особенным образом ношу, я вам сейчас покажу. Надеваю как шапку, и это реально идеальное комбо, потому что носить шарф как-то просто завязывая узлом на шее, это очень тупо. Вот. А я его использую как шапку, и шарф два в одном, закрытые шеи, голова, и волосы сильно не применяются, как от шапки нет потом вот этого залома, такого некрасивого. Так что ловите мой лайфхак. Шарф у меня от бренда Only Me. Я его безумно сильно люблю, но следующая моя покупка из Only Me просто самая лучшая ever. И, конечно, это теплая, невероятно теплая и приятная шуба из эко-меха. Я не могу вам передать, насколько она приятная на ощупь, насколько этот эко-мех вообще эстетически красиво выглядит, насколько он даже визуально вживую похож на натуральный мех. Но это этичный бренд Only Me, который уже очень много лет создают различные коллекции верхней одежды из эко-меха. У меня от них уже была не одна шубка, но вот это с английским воротником, с такими плечами красиво прошитыми, просто моя самая любимая. И в чем фишка в том, что они выдерживают по температуре до минус 30 градусов, согревают. И этот мех действительно очень теплый, то есть я вообще в нем не мерзну. Я могу быть в футболке или в тонкой кофточке, и мне очень тепло. Также для этих шуб используются технологичные утеплители, которые применяются в горнолыжных костюмах для того, чтобы дополнительно утеплить готовое изделие. И вообще сейчас в линейке огромный выбор, более 40 моделей. Вы можете подобрать для себя короткие, длинные, оверсайз, красивыми классическими плечами. И я уверена, что вы себе что-то найдете. Я вам оставлю также промокод, который я сама использовала, булла, со скидкой 10%. Хотя цены так очень адекватные, потому что, повторюсь, шубы из эко-меха ничем не уступают натуральным шубам. Для меня лично даже выиграют, во-первых, своей этичностью, потому что не используется натуральный мех вообще, слово совсем. И для меня это преимущество. Я отказалась уже много лет назад от натуральных шуб абсолютно. И стараюсь даже там где-то на элементах одежды натуральный мех не покупать, если это воротник или еще что-то. Потому что мне гораздо больше нравится действительно по качеству, по тому, как носятся вещи, по качеству этого меха. Соответственно, экологичный мех, который заменяет натуральный. И следующее, что я хочу вам показать, это свой заказ из Zara. Я заказывала через Deck Forward. Вместе с подругой я заказала там просто обалденную кожанку. Конечно же, из эко-кожи. Сейчас покажу. Честно говоря, на сайте я думала, что она будет, знаете, такая длинная, оверсайз косуха, такая байкерская. У нее очень крутой цвет. Знаете, такой темно-зелено-потерто-серый. Очень интересный. Но она укороченная. То есть она такая, знаете, укороченная кожанка, прям с открытой практически поясницей. Вообще этого пофотка мне было понятно. Там как будто на модели она была такая удлиненная. Ну ладно. Она очень классная. Мне она нравится. Я пока с нее не снимала даже, видите, вот эти вот бумажки. Потому что я ее заказывала на весну. Собственно говоря, она в таком новом состоянии. У меня будет весны и ждать. Вот. Следующее, что я купила в Zara, это красивый такой топ-халтер металлический. Вот так он выглядит. Он сейчас помятый немножечко, но я примерю и покажу вам. Я его хотела надеть на Новый год. Как раз таки сейчас после операции. 16 декабря мне можно будет уже снять корсет. И я спокойно его надену. Вроде бы он очень красиво смотрелся на модели. Я пока его еще не примеряла. Но для видео, наверное, примерю. Следующее, что я заказала в Zara, это вот такой классический топик на тонких бретельках. В хакет-цвете. У меня это размер S. Ну, знаете, надо было брать, по-моему, M-ку, потому что с учетом моей груди мне будет в нем тесновато. Но он красивый такой, аккуратный и для дома, и для спорта, и просто как такая база под жакет. И последняя вещь из Zara, которая мне очень сильно понравилась на сайте, это вот такой кардиган. Такой, знаете, полупрозрачной вязки, немножечко коричневого цвета на пуговках. Спереди его можно носить вообще с любым низом абсолютно и в расстегнутом и застегнутом виде. Единственное, что размер у меня, знаете, какой? Сейчас скажу вам. Размер у меня XS почему-то пришел, и он тоже укороченный. Хотела я, чтобы он был, этот кардиган, знаете, такой более удлиненный, вальяжный, расслабленный, а он прям в притычок. Ну, что есть, то есть, поэтому буду носить в размере XS. Теперь заказик для девчонок, которые у меня любят в спорт. Я эти леггинсы потеряла. Я заказывала их на Озоне. И в итоге их доставили в соседний дом к соседям, нечаянно по ошибке. А я не знала этого. Я не могла найти ни на охране, ни в своем доме, ни у ворот эту посылку с Озона. Там были еще другие товары на 7000 рублей в общей сложности. И в итоге почти спустя месяц курьер Озона, когда доставлял другой заказ, опять заехал в дом к соседке. И она сказала, что у нее в коридоре уже почти месяц лежит пакет на мое имя. И она как бы тоже не знала, чей это. И в итоге она передала. И мне вернулись мои леггинсы, потому что больше их заказать, по крайней мере, когда я смотрела, нельзя было. Их не было в наличии. Это леггинсы с вот такими пуш-ап прострочками на попе. Спереди тоже такие экстравагантные от бренда Bonafide. Я думаю, что вы очень многие слышали про этот бренд. Они супер красиво подчеркивают попу. Они очень эффектные, черные. Там есть разные вариации с кожными вставками. Практически кожаные леггинсы, но они для меня слишком вульгарные. Я выбрала, мне кажется, самую такую адекватную модель, но все равно с изюминкой с такой. И закончим мою подборочку. Тоже новой вещью. Я вообще ничего из этого практически, кроме шубы, гетер и ук, не носила. Это белый пиджак. Классический белый пиджак от бренда Remarque. У меня был подобный, по-моему, от Love Republic. И он уже выстирался, он уже плохо выглядел. Поэтому я решила обновить, потому что такие вот пиджаки, жакеты белые, это очень классный элемент в гардеробе на любые мероприятия, выходы в кафе, особенно с платьями, как формат верхней одежды. То есть для того, чтобы именно утеплиться, допустим, с каким-то платьем комбинации, надеть что-то сверху, кардиган или кожанку, странно очень выглядит. Либо если у вас там брюки, ну что-то такое, в общем, женственное, красивое. Белый пиджак, это прям база. Он практически ко всему подойдет. И с леггинсами, и с юбкой миди, и с юбкой мини, и с платьем мини, вообще с чем хотите, с шортами, с джинсовыми шортами летом и с топом. Просто супер базовый элемент. На белых пуговицах, без каких-то активных фурнитур. Вот, это были все мои новинки. Я, как уже вам говорила в предыдущих видео, стараюсь не покупать все, что вижу. Но, я помню про видос покупки с Wildberries. У меня там накопилось просто уже огромное множество. Я думаю, что будет два или три выпуска даже. Вот, я жду, когда мне можно будет снять корсет, чтобы все это примерять, потому что это займет много времени. Либо в конце декабря, либо в январе я уже это видео, эти видео выпущу. Вот, рада была с вами сегодня увидеться, показать вам свои новиночки. И буду с вами прощаться. С вами была Анастасия Була. Увидимся с вами в новых видео. Пока.